Всем привет! С вами я, Семзей. Итак, снова выходим на улицу Москвы, опять на мероприятие. На этот раз мы опять начинаем с парада ретро-трамвая 2017 года. Трамвай отмечает свое 118-летие. Именно 6-7 апреля 1899 года в Москве впервые появился электрический трамвай. До этой даты ходили конки. Конки начали ходить по Москве с середины или с 3-4-4-ти 19 века. В этом параде представлено 16 трамваев. Бережные, конечно, возглавляет эта конка. Дальше трамваи из Коломенского завода. Дальше пойдут трамваи из Триджского вагоностроительного завода. И пойдут знаменитые чешские тадры. В этом году, в 2017-м, появится новый трамвай «Витязь», который появился на маршрутах Москвы. И «Витязь» ходит по маршруту 17 Медведково-Останкино. Итак, начинаем наш парад. Первый трамвай, который у нас возглавляет данный парад, это конка. Конка сама французского производства. Какая была особенность на этом трамвае? Особенность была в проезде. Первый этаж в проезде стоил 5 копеек. Верхний этаж стоил 3 копейки. И верхний этаж иногда называли империалом. А те, кто находился, называли трехкопеечными империалистами. Но не империалистками. Женщин в верхний этаж не пускали. Еще одна особенность у этого трамвая. Окна открываются по принципу гильотины. Французское оружие 19 века. Следующий трамвай – это фонарный. Почему именно фонарный? Потому что фонари расположены сверху. Их иногда называют софитными огнями. По нему просто две оси. А, это про фонарный плафон. Кстати, вот эти вот плафоны, они не скранились еще до революции, но они были таким же разноцветными. О, моя сумма! Вот и пойдет, если он так делает. Вот так открывали, вот трамвай. Ну, не станем вылезать. Либо, о! А когда трамвай пришел? Кстати, вот эти ренечки на полу, они использовались зимой, когда было холодно и снежно. Но в это время в основном все носили валенки. Другую обувь было очень сложно достать. Ты нацами не любишь. Здесь в таком же вагоне, Нюненбергский. Тоже такие же окна. Такие же стулья, такие же вильки на полу. Следующий трамвай, это беспонарный, потому что нет главного центрального фонаря. Мы не трогаем, мы не трогаем. А то могу направить мне. Это было очень сложно управление, да? Вообще, да. Тяжелый наход. На этот раз по-другому выглядит трамвай в салоне. Такие маленькие плафончики. Если получится, что один выгорит, тогда по цепочке точно все выгорят. Такие же здесь урочни. Такие рейки. Такие рейки. Такие рейки. Ну и заканчивается эпоха этих трамваев. Трамвай КМ, сделанный в Коломенском заводе и других подмосковных городах. Этот трамвай знаменитый, номер 2170, известный на многих советских фильмах. Покровские ворота, место встречи изменить нельзя, холодное лето 1953-го и мастер, и маргарита. На этот раз нету дверей. Здесь такая же система, как и на предыдущем трамвае. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, сядь. Лево! И трамвай КП заканчивает эпоху коломенских трамваях. Коломенский прицеп Ной. Смотри на меня. Смотри на меня. Сойдет. Сомнешь там и кафель по-разному. С ногами же стекла. Здесь такая же система освещения. Опять же, одна лампочка перегорит, по цепи погаснут все. Мама, мы поедем. Кстати, то, что стучит это, это аварийный тормоз. На случай, если обыкновенный тормоз откажет и лес работает крайне неэффективно. Именно в этом коломенском прицепном присутствует дверь посередине. сомнение. 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 Так вот такой вот аварийный тормоз был. Вот таким образом открывались окна, уже не по принципу гильотины. Так, нам пускай бы выйти, чтобы пойти на следующий трамвай и следующую эпоху. Это эпоха трамваев исторического вагоностроительного завода. Дальше идет эпоха трамваев исторического вагоностроительного завода. Они не пустились просто потому, что они были очень огромные, и их неудобно было выворачивать на повороте. А сохранились как экспонаты. Их представлено всего два. Это НТВ-82 и РВЗ-6. И первый из них это НТВ-82. Сделано как раз из исторического вагоностроительного завода. Кабина тоже очень тяжелая в управлении, но на этот раз... В отличие от трамваев с Коломенского завода, немножко попросторнее. Правда, одно было недостатком. Поручни были очень высокие для низкорослых. Для высоких это было бы нормально. Кстати, вот эти вот, это как бы вентиляция, когда было очень жарко в городе. Другие платфоны. Рейки сохранились, но уже появились новые сиденья. Рейки земные, чем я. Постань, я в October. Пошли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как написано здесь, следует 26 маршрут, Октябрьская площадь, первый академический проезд Нынешний 26 следует от станции метро университет до Калужской площади через Черемушки Вот такой был задний трамвай, очень огромные окна А впереди у нас трамвай Татра Т2, к которому подойдем чуть позднее ЛВЗ-6 типа своего рода как бы модификации НТВ-82 Здесь еще просторнее Поршни, конечно, немножко опустили, но все равно это тоже Тоже один недостаток Дальше такие сиденья Именно в этом трамвае представлено Тип своего рода валидатор Только это был в советские времена Пошли дальше, там еще интереснее будет Также была стоимость проезда 5 копеек Как говорится, здесь вагон РВЗ-6 1961 года выпуска А восстановлен в трамвайном ТП имени Русакова в сентябре 1999 года На этом у нас заканчивается трамвай, эпоха трамваев из Рижского вагоностроительного завода Дальше идет эпоха чешских трамваев, иногда чешские Татры Первый трамвай это Татра Т2 Кстати, интересный факт Те трамваи, которые у нас ходят в Москве, делает их не чешское производство, а наш завод Такие же диваны, можно так сказать Ну, главное отличие, рейк нет Это было в мое время, я это хочу Дальше всем известный трамвай Татра Д-3, но это модель двухдверная. Сзади здесь написано маршрут номер 7 от останки на детский санаторий. Современный маршрут номер 7 ходит от станции метро Бульвар Рокоссовского до станции Новослободская. Но это конечно отличает от тех трамваев, которые ходят здесь, в Москве. Третьей дверей не было, совершенно другие плафоны. Они не такие уж были вытянутые, но они чуть поменьше. Красные сиденья. Красные сиденья. Красные сиденья. Красные сиденья. Вот такой вот валидатор. Ток-бой чуть современный. Тоже в те времена. Здесь вот так вот выкручиваются отрывные талоны на билет. Но здесь уже чуть полегче управление трамваем. Следующий трамвай это Татра Т-6. Единственное, что номер вагона 0001. Это вообще самый первый вагон. 21 маршрут ходит от станции метро Щукинская до Далинской улицы. Сейчас так же ходят. Больше всего оно напоминает квадратный трамвай. Потому что по форме очень все в прямых углах. Кстати, в этом трамвае появилась третья дверь посередине. Это уже совершенно другая модификация. Кстати, и другие сиденья. Именно такие сейчас ходят в других трамваях, которые курсируют по Москве. Только плафоны напоминают один из вагонов в московском метро. Смотрите. 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 Типа сцепления. О, нормально. Еще раз. Здесь имеется три педали. Педаль тромоза, педаль газа. И, своего рода, педаль бдительности. Типа сцепления. Как в автомобиле. Ну и заканчивается эпоха чешских трамваев, это Татра Т-7 Опять же 15 маршрут, который сегодня курсирует по тому же маршруту Но только вместо метро Уэйковская метро Сокол А другая конечная остановка это Таллинская улица Здесь такой же в принципе салон трамваев Кстати это тоже типа своего рода валидаторы Именно такие в советское время пробивались кадровые билеты Там пробивались точки разные Вот так по всему, по всем поручням Здесь наверное видно будет? Все деньги же, то же самое, такие же биплофоны Красиво тоже, которые он испугается Капуля стой там, говорю не уходи Ну здесь уже тут работает педаль в деятельности И наверное скорее всего контроллер является как газом, так и тормозом Ну и завершающий один из старинных трамваев это ЛМ-2000 или 71-135 Единственный в экземпляре от Ленинградского, ныне Петербургского вагоностроительного завода Она как бы являлась прототипом чешских тратар, но она оказалась неудачной Своего рода его называют циклопом, потому что на морде трамвая одна большая фара Вот она ЛМ-2000 Единственный сохранился как опытный образец Кстати имеются другие трамваи из Петербургского завода ЛМ-99 и другие модификации трамваев ЛМ из Петербургского завода А здесь по другому выглядит контроллер Так, ну как-то мы сейчас попытаемся пробиться в этот трамвай Здесь одна из завершающих пассажирских трамваев Это опытный образец, присутствовал на выставке Экспо-Сити-Транс И сейчас она курсирует по маршруту 17 Медведково-Останкино Кстати, трамвай VDSM это разработка российского производителя Также имеются еще и другие трамваи Трамвай своего рода как рыжий Это первое Второй трамвай, трамвай Песа Сделана Уралвагонмаш совместно с польским производителем Эти трамваи курсируют по маршрутам Краснопричненского трамвайного депо Метро Щукинское, метро Строгино, метро Вейковское, метро Сокол, метро Дмитровское, метро Сходнинское Пойдем Вот такие вот мониторы Они, конечно, должны транслировать маршрут Но такого не происходит Свою роду бегущая строка Кстати, эти трамваи, они длиннее Длиннее Песы Песы где-то около 30 метров Трамва эта значительно длиннее Идет в районе 40-50 метров И размером в два чешских татра Хотелось бы пробиться, смотреть в кабину водителя Ну, такое вот модифицированное современное управление трамвая Дальше пойдут у нас служебные трамваи Примечательный будет там талер Это будет синенький служебный трамвай Который еще появился, но не эксплуатируется пока Первый трамвай это вагон башни Сделан спецвагон на базе моторного трамвайного вагона F Этот трамвай появился еще в прошлом году Если вы можете вспомнить Вот такой трамвай постречался Я никогда таких не видел Я поначалу назвал, что это трамвай-товарняк А на самом деле это трамвай, который обслуживают пути То есть ремонт их Вот я оказался внутри этого рейса-транспортера В итоге у меня звучит одно Как вот этот кран можно перенести рейсы Каким образом? Следующий трамвай-снегочиститель Он продолжает еще крестить по трамваям нашей столицы Вот эти все массивные щетки Такие очень жесткие Было бы интересно, когда будет суровая зима Какая будет волна, типа своего рода снежная волна И завершающий трамвай Это трамвай-снегочиститель Его называют РОСТ Сделано в Тверском вагодно-строительном заводе Имени Воровского Воровского Она сейчас пока проходит тестовое испытание Но еще не эксплуатируется На трамвайных путях в Москве Хорошо, пойдем в очередь, давайте Тоже такие вот Тоже такие жесткие щетки Правда Защита не такая, что не очень высокая А более приземлистая Так, эпоха московского трамвая продолжается Были трамваи из Колымнского завода Трамваи из исторического завода Трамваи из строительства Трамваи чешские Чешские татры Но еще продолжаются другие КТМ ЛМ А московский трамвай В 2017 году Отмечает 118 лет С вами был я, Сен-Зей Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Комментируйте Спасибо, что смотрели Пока Субтитры подогнали Симон